Здравствуйте! Начинаем очередной урок школы покера. Напомню, что мы уже успели пройти такие темы, как вероятности в покере, стартовые руки, типы игроков, шансы банка, розыгрыш старших, средних и младших пар, розыгрыш оверкарты, одномастных связок. Поговорили обо всём арсенале технических приёмов розыгрыша. Прошлись по психологии покера, по имиджу игрока. Разобрали розыгрыш на флопе Тёрни и Ривери. Выучили фундаментальную теорему покера. Поговорили о величине стека и его влиянии на игру. О противостоянии готовых рук и прикупных рук. Прошлись по приёмам рейс, ререйс, чекрейс, замедленный розыгрыш, отложенный блеф. И сегодня у нас интересная и сложная тема. Это колблеф и провоцирование блефа. Теперь я хочу пригласить за стол своих студентов. Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего занятия – это такой приём, как колблеф и провоцирование блефа. Напомню, что такое вообще блеф, особенно для тех, кто у нас катался по городам и весям, посещал всякие памятные места. Что такое блеф? Блеф – это ставка, которой у нас ничего нет, но мы надеемся, что противник выбросит свою руку. И выбирая размер ставки и момент для совершения этого приёма, мы должны по предыдущему какому-то розыгрышу определить, какая же примерно рука у нашего оппонента. И есть одно из главных правил, которым мы пользуемся – это что размер этого блефа не должен быть избыточным. То есть мы должны поставить ровно столько, чтобы он выкинул, но не более того. На тот случай, что если он всё-таки не выкинет, мы же не правиться, мы не знаем заранее, что он сделает, чтобы нам не потерять больше фишек, чем необходимо для выполнения этого приёма. Что же такое колблеф? Допустим, наш оппонент реализовал до флопа, повышал ставку, а мы решили зайти на какой-нибудь там, ну не знаю, интересной руке, одномастной связке, там 8-7 пик. Пришёл какой-то флоп, который, ну совершенно очевидно, ну то есть, скорее всего, не устроил нашего оппонента, там, не знаю, 3-2, не знаю, 9. Нам он тоже совершенно не подошёл. Какой-нибудь совершенно разномастный такой вот флоп. Даже положу девятку бубновой, чтобы не было никаких шансов на собирание стрита или флеша. Так вот, противник делает ставку продолжения, а мы находимся в позиции, противник всего один. И у него, по тому, как он делал рейс, ну, возможно, руки какие? Или, ну, условно, два туза, или там какая-то крупная пара, или туз-король. Ну, не знаю, два короля или туз-король. Какая-то такая, одна из двух. Причём, такая рука, как туз-король, будет гораздо чаще, чем два короля. Почему? Да просто по математике. Потому что такую руку, как два короля, мы можем собрать шестью разными способами. Вот всего королей в колоде четыре. У нас может быть пиковый с червовым, такие два короля, такие два короля, такие два короля. Да? А также, если мы заменим, такие два короля и такие два короля. С пиковым у нас уже были все они, да? Ну, и третий вариант, когда с трифовым будет червовый, то есть бубновый уже проходил. То есть всего таких вариантов три, два, один, шесть. Вот. А комбинацию туз-король мы можем собрать шестнадцатью способами. То есть туз пиковый с любым из этих королей, это четыре варианта, да? Туз бубновый с любым, то есть четырежды четыре, шестнадцать вариантов. То есть вариантов не парных значительно больше, чем парных. То есть, ну, примерно в два с половиной раза. То есть. И теперь, если мы переберем руки, на которых он мог бы рисовать, это там туз-король, туз-дама, туз-валет, туз-десять, король-дама, король-валет, король-десять, там, дама-валет. Вот. Их гораздо больше, чем пар, там, тузов, королей, дам-валетов, там, десятых-девяток. Вот. Следовательно, с большей вероятностью у рейзера будет непарная рука. И мы можем попробовать применить такой прием, как кол-блеф. Ну, скажем, мы понимаем, что, может быть, и у него ничего нет, и у нас тоже ничего нет. Если мы в этот момент блефанем, то есть поставим большую ставку в ответ на его рейс, вот, то есть часто он выкинет. Но в тех случаях, когда мы будем попадать на его пару, и он не выкинет, мы будем слишком много проигрывать. Вот поэтому мы можем сыграть кол-блефовый. То есть у нас ничего нет и не будет, мы на это не рассчитываем. Мы не хотим купить семерку или восьмерку, стрит. Мы хотим блефовать на терни. То есть. И что ему делать? Он, допустим, реализовал какие-нибудь стомы, уравняли. На флопе он пошел в ставку продолжения 200. Мы уравняли. Если у него ничего нет, если мы угадали, у него такая карта, то, наверное, ему лучше уже играть чек. Если он ничего не купит на терни. А если мы догадались, что у него такая карта, да? Ну, поняли. И у нас у самих ничего нет. Ничего нет, да. А если нам пойти в атаку? На флопе? Да. А мы не можем догадаться, но для нас это будет угадайка, монетка. Мы сыграем кол и посмотрим, что он будет делать на терни. На терни он будет думать, может, у нас девятка и на всякий случай. Или, может быть, у нас сет, и мы его ждем в ловушку. И как только он скажет чек... Мы атакуем. Мы атакуем. И это будет кол-блеф. На самом деле, здесь мы разберем возможные последствия. Может быть, Макс уже хочет с этого начать. Потому что там есть встречные хитрости. Он может, имея два туза, понимая, что мы... Сказать, чек на терни, что провоцирует наш блеф. Согласен. Говорите. Я думаю, в таких случаях кол лучше, потому что кол даже более страшнее, чем рейс. Потому что если кол оппонент ставит нам готовую руку, а если рейс, он может думать, что мы проверяем на валет дама, на 10-8 на средней карте. А если кол никогда не подумаешь, что мы на пустой карте просто сделали кол. Скорее всего, это какая-то пара. Может, даже слу-плей сета. Да, потому что, когда мы блефуем, мы стараемся представить, какую руку мы хотим изобразить. И вот, например, неважно, у человека туз-король или два туза, каких рук он боится на этом флопе. Он боится сета троек, сета двоек. Он боится там сета девяток. А если у него туз-король, он боится и просто какой-нибудь парочки. Там две семерки, две восьмерки. Разные могут быть у нас карты, на которых мы защищаемся. Но при этом, если рейс, это часто еще бывает и проверкой, ну или блефом, или проверкой. Ну, скажем, как будет себя вести человек с какой-нибудь картой валет 9. Ему тоже хочется понять, против тузов он стоит или против тк. Он может сделать какой-нибудь там рейс. Даже плоский, в два раза, например, повысить. То есть, а когда мы говорим кол, это действительно, поверьте мне, выглядит более устрашающе. То есть, как правило, если мы поймали уже его в ловушку, там имеем какой-нибудь сет троечный, то мы так и будем играть. Мы будем играть он ставку, на флопе мы кол. На терни он ставку, мы опять кол. На ревер он ставку, и тут мы его перевернем как бы в олоне. Тем более, это очень важно, что мы в постоянном позиции. Оппонент очень часто без позиции не может играть и боится, потому что он первый делает ставку, и вторую ставку без карты ему очень сложно поставить, потому что ему снова на пятой карте нужно первым входить, и что тогда делать. Он, скорее всего, просто сыграет чек на тернию. Мы поставим даже небольшую ставку, полбанка, он легко выбросит туз-король. Да, согласен. Более того, мы же можем в этот диапазон туз-король, могут попасть и какие-то такие карты, как шестерки, пятерки, семерки, потому что он теперь думает, что у нас девятка. Если у нас тройка или двойка, мы же как бы должны по-прежнему опасаться девятки, и мы на тернию, на его чек, должны были бы сыграть чек. А если у нас какая-то сила, там старшая пара, может быть, у нас овер-пара вообще есть, может быть, у нас есть сэр. То есть он без позиции не хочет раскачивать этот банк, тем более он не понимает, где находится после нашего кола. Поэтому этот кол очень сильное оружие, такой кол-блеф. Теперь мне хотелось бы рассматривать этот прием в совокупности с другим приемом, с провоцированием блефа. То есть если бы у нас была действительно сильная рука, мы бы хотели провоцировать его блеф и не нападали бы сами. Ну, представьте, вот у нас был бы сейчас в этой ситуации сет девяток. Или сет троек, там, неважно, это одинаковые примерно силы руки. Ну, я понял, попытаться его затянуть в игру с блефом. Что бы мы делали? Если бы у нас была вот такая карта, например, сет девяток. Он рейзовал, у него без позиции, у него инициатива, он поставил ставку продолжения на флопе. Что нам делать? Перевернуть. Ну, мы обыграем практически любую руку, и два туза, и какую хочешь. И мы даже не боимся давать ему бесплатную карту. Мы кул. Если он вдруг поставил снова на терне. Мы же опять не будем его переворачивать. Мы хотим, чтобы он... А теперь вдруг он сказал чек. Ну, мы думаем, совсем плохо дела, у него ничего нет, пары нет. Если бы у нас была пустая рука, мы бы могли сыграть блеф, гол-блеф. На терне сами что-то дать. Но если у нас такая силища, вот, то мы можем сказать тот же чек. Тем самым провоцируя его блеф на ривере. Во-первых, мы даем ему бесплатную карту. Вдруг он купит своего там туза или короля. Вот, и придет король. Нам повезло. Ну, лучше еще не трифовый. Вот, придет какой-нибудь червовый там король. И нам будет хорошо, потому что он снова даст. И теперь мы уже переворачиваем, и он может платить еще раз наш рейс. Я думаю, еще хороший ход сделать рейс на флопе с сетом. Оппонент подумал, что мы можем его проверять. Он никогда не подумал, что мы так сделали рейс на шестерках, пятерках. Мы, скорее всего, играли кол. Потом подумал, там или блеф, или сет, так как блеф будет довольно часто. Он может даже по тузу с король проколить рейс. А то мы специально сделаем чек, как бы мы уже сдаемся. И на ривере поставим ставку, где-то три четвертых банка, имитируя какой-то блеф, пустоту. Если ему зашла карта, он проколит. А возможно, у меня была готовая пара, какая-то семерок, восьмерок. И он тоже сделает кол. Ну да. То есть, ну вообще вся блефовая игра, она, как правило, идет от противного. То есть, если у нас есть готовая рука, мы пытаемся провоцировать блеф противника. Если у нас нет готовой руки, то мы пытаемся сами блефовать. Причем, если вот обратить внимание, что если на терне открылась такая карта, как шестерка, например, то наша ставка становится уже даже не блефом, а полублефом. Потому что у нас становится двусторонний, возможно, стрит. Ну, я предлагаю сейчас мы посмотрим задачки, которые нам приготовили. А после этого поиграем и попробуем найти применение этим знаниям на практике. У нас две десятки. Червовая и бубновая. Давайте я буду их сразу же и выкладывать. У нас такая неплохая рука. Это новый лимит кэш, короткий стол, большой блайнд, соперники неизвестны. Блайнды доллар-два. Первая позиция открывает рейзом девять. Все до вас пасуют, вы калируете. Флоп, мягко говоря, многообещающий. Две десятки и четверка. Неплохой флопчик. Бубновая четверка. Ну, давайте червовую четверку положим. Нет, бубновая тут, может быть, важна. Бубновая четверка. Вы чек. Ну, это достаточно разумно на каре сделать чек. Потому что противник нам не ответит. То есть у него, скорее всего, нет никакой силы. Соперник сайт 16. Вы решаете сыграть кол. В банке получаются порядка пятидесяти. На терн приходит бубновая семерка. Бубновая семерка. Которая уже образует какой-то флеш-дро. Вы решаете запутать соперника и делаете ставку в размере девять долларов. Ну, то есть такую непонятную ставку. Там пятая часть банка. Чего он хочет. Ну, то есть какая-то очень сильная карта. Не знаю, два туза, наверное, вы переставили. Вот. Но соперник играет кол. На ривере приходит бубновый туз. Что мы будем делать? Ну, тут на самом деле интересная такая ситуация. И получилось, что мы неплохую ставку делали. То есть проверяя, есть ли у него пара. Он сказал, что пара нет. Теперь, скорее всего, либо туз. Я думаю, что у него, видимо, туз. Так, ну, давайте дальше. С чем-то. Ривер, туз, ну, что делать? Что предлагается? Либо чек, либо мини-бет, маленькая ставка. Либо бет размером полбанка, либо бет размером в банк, либо оллин. Ну, давайте, Макс, какие есть? В этой ситуации, думаю, стоит поставить три четвертых банка. По такому разгоршу у него скорее туз. Если мы сыграем чек, он сделает добарный бет. Это полбанка. Если мы переставим, он выбросит даже туз король, туз дама. И мы возьмем только полбанка вместо три четвертых. Также я по этому разгоршу, я бы не слоуплейл с корея десяток. Потому что по такому разгоршу, мне кажется, он сделал рейс 9 долларов при флоп. Он понимает, что бы им бы николировали 10 валет, 10 дам. Он, скорее всего, нас поставит на пару. Он никогда не подумал, что мы так поймали корея. И с парой вольты, думаю, короли тузы пойдет на все фишки. Поэтому я бы на флопе уже поставил рейс где-то 48 долларов. Он бы, скорее всего, в свою аверпару поставил оллин, я бы сыграл на весь стек. Если у него тут король, то он, конечно, выбросит. Но я думаю, лучше сыграть рейс на весь стек, чем постоянно брать добарный бет по 20 долларов. То есть вы бы поставили в первую позицию, сразу только открылись? Нет, я бы сыграл чек-рейс. Чек, он бет 16, я рейс 44 где-то. Он бы, скорее всего, с аверпару не смог здесь выбросить. Не подумал просто, что у нас может быть десятка. Ну да, потому что человек не с десяткой, скорее всего, бы затаился и играл бы чек-колт. Можно тоже сыграть от противного. Сыграть чек-рейс, тем самым, даже, может быть, провоцируя его поставить. То есть изображая блеф. Ну, или не блеф, а какой-нибудь реальной ценности. Что бы мы делали со спарочкой семерок, там, восьмерок? Он бы сказал, ну, хорошо, давайте посмотрим. То есть он нам после нашего рейса не кладет десятку слишком, что мы сыграли. Ну, как бы открыто. А если у нас такой имидж за столом, что мы только что пришли, и вот вчера приехали из деревни, то мог бы и десятку положить. В этом случае мы бы лучше бакулировали, как вот, как бы, или сейчас четверка. Ну, опять же, все зависит и от нашего имиджа за столом, и от игрока, против которого мы играем. Ну, и, конечно, от размера стека. Потому что если стек маленький, например, всего 44, то, конечно, надо сразу пойти в Олэнда, и будь что будет. Есть еще какие-нибудь мнения, Саша, какие-нибудь соображения по этой задачке? Я считаю, что на флопе лучше переставить, чтобы сыграть на стек. А на ривере можно сыграть, если противник сделал кол на терне при открытии семерки бубна. Может, у него флеш-дрол или туз, можно сделать чек, он с флешем поставит, и можно его на ривере еще переставить, он сделает кол. Также он с тузом может поставить. Я потом предложил ставку не полный банк, а где-то 3 четвертых, чтобы дать ему возможность с флешем переставить, потому что он подумает, что ему будет там король валет, бубна, потому что у него лучшая карта, он еще захочет добрать. То есть мы возьмем от туза 3 четвертых банк, а от флеша еще получим рейс. А если мы сыграем чек-рейс, мы возьмем от флеша где-то половину меньше, а от туза вместо 3 четвертых полбанка. Да, а туз будет гораздо чаще, правильно? Давайте подсчитаем ответ составителя. Игра на тернии была ужасной, он считает. На мой взгляд, великолепной. Самая вероятная группа карту соперника первая. Самая вероятная рука туз-король. Ставка на флопе была стандартной ставкой продолжения. Ясное дело, что флоп ему не помог. Так что ваш кол на флопе уже многое говорит о вашей силе, и он начинает подозревать наличие у вас десятки. Так что идеальным был бы чек на терни, провоцируя его на повторный блеф или полублеф, если у него вдруг случилось флеш-дро. Туз бубновый на ривере – отличная карта, которая вполне вероятно его усилила. Так что можно и на ривере играть чек, ожидая нападения, а после чего уже грузить по полной. Это чуть ли не единственный способ выиграть нормальный банк в такой ситуации. Мы просто обязаны спровоцировать блеф. У меня в этой ситуации вопрос. Если мы догадываемся, что у него может быть флеш, а как у него мог вообще флеш прийти в эту ситуацию? Если туз бубновый занят, если мы догадываемся, что он, видимо, сидит с тузом королем, то у него всего лишь дрова. И он, понимая в этой ситуации, что ему вряд ли чего-то светится, его парой тузов, я думаю, что он сам бы на ривере мог сыграть чек и все. Нет, я как раз вам рекомендую прислушаться к Максу. Он попытался перебрать возможную группу рук. То есть, если у него туз-король, то понятно, что у него нет флеша, потому что туз у него не бубновый. Бубновый же в колоде один. Поэтому у него точно нет флеша. Но тогда туз хотел купить туза, он здесь атаковал, здесь чекал. Наконец пришел его туз, и он захочет добрать. Но он опасается десятки, и, скорее всего, если мы чекнем, он поставит полбанка, такую добурную ставку. Потому что он тоже знает, он слушал наш урок «Удар по воздуху» и понимает, что ему заплатить большую ставку. Ну да, я согласен, я имею в виду, что в этой ситуации вообще чек не стоит вообще даже рассматривать как вариант. Так Макс предлагает, что если у него туз, и он хочет поставить полбанка, то мы его, когда ему перевернем на ривере, поставим ему рейс, он, скорее всего, туза выкинет. А если еще и не туз король, а какой-нибудь туз валет, то тем более выкинет, потому что он не бьет ни десятку, ни старшего туза, ни какого-то сета четверок-семерок, ни флеша не бьет. И, скорее всего, ему платить будет нечем. Поэтому если мы поставим сами три четверти, мы с туза получим на четверть банка больше, если у него туз. А если у него вдруг, не дай бог, какая-нибудь хорошая карта, там, ну, не знаю, фулл хаос на четверках, а еще бы нам бы хотелось, чтобы у него был фулл хаос на тузах, чтобы он весь тег поставил. Или флеш, даже флеша уже ему будет достаточно для того, чтобы нас оборачивать. После того, как мы поставили три четверти банка, он может увеличить. Вот, и тогда мы с ним сыграем на весь тег. То есть мы со слабых комбинаций, как, например, туз, получим три четверти банка, а не половину, как если бы он ставил сам. А с крупных комбинаций доберем по полной, потому что есть вероятность, что они нас переставят. А если мы сыграем чек-рейс, мы рейсом уже выдадим какую-то значительную силу при паре на столе, он может даже и маленький флеш выкинуть. Ну, ты и говоришь, что если мы подумаем сыграть чек-рейс, то он скорее скинет. Да, поэтому мы не играем чек-рейс, а ставим сами. Поэтому это, скорее всего, не та ситуация, когда мы провоцируем блеф. И опять же, мы всегда сталкиваемся в покере с одной и той же проблемой. Нет однозначного ответа, но есть предпочтительные. То есть, когда мы перебираем всю палитру возможных рук противника, и как он себя будет вести на этой руке, на той или на той, мы пытаемся найти такую ставку, чтобы она была нам, подходила для разных сценариев. Еще одна задачка. Мы играем нау-лимит кэш, шесть игроков. Наша позиция баттон. Никого из соперников мы не знаем, блайнды 24. Третья позиция делает рейс до флопа 12. Следующая за ним кол. Вы ставите рейс 42. Первый рейзер пасует. Колер остается в игре. На флопе приходит 9-король-3. Значит, тут у нас такая рука. 9-король-3. И нас спрашивают. Соперник играет чек. Что делать? Или чек, или мини-бет, или бет-полбанка, или полный банк. Да, Максим? В этой ситуации очень легкий чек. Нужно имитировать какую-то карту. Кто с валет, кто с 10. Валет дама. Тем более, понятно, очень часто ждет карта, на которой он будет нас скалировать. Даже он выбросит здесь, возможно, восьмерки. Валет дама. Мы не можем здесь ставить. Лучше его провоцировать на блеф. А заодно давать ему открывать аут. У него, скорее всего, нет короля, потому что мы же 2 заняли. Поэтому, если мы сейчас дадим, он даже такую карту, как 2 дамы выбросит, 2 валета. А если мы дадим ему что-нибудь купить, вообще было бы идеально, если у него 2 дамы, и следующая бы открылась дама. Он бы проиграл нам все свои фишки в этой раздаче. Потому что у него был бы вот такой вот сет, а наш был бы старший. Если у него какая-то карта с тузом, на которой он рейзил, то было бы здорово, если бы открылся туз. Поэтому эту силу мы никак не можем показать. И мы либо, то есть вот наш чек, почему он как бы идеальный, потому что он учитывает некоторую палитру рук. Если у него пара, то он не будет бояться короля, и на следующей карте что-то поставит. Ну, откроется какая-нибудь двойка, а у него, например, пара дам. Он думает, мы бы на короле ходили. Наверное, теперь нет, и может быть дама является старшей рукой. Если у него не пара, а какой-нибудь туз с чем-то, то может быть придет туз. Или какая-то вторая его карта, например, если у него туз валет, придет валет. Он опять же думает, что нет короля, и может пойти. А если ему даже ничего не придет, может быть мы его спровоцируем на блеф. Если у него какая-нибудь там пустая рука, типа туз валет, но придет двойка, он тоже может поставить глефу. Таким образом мы спровоцируем этот блеф. То есть есть масса вариантов. Ну, я предлагаю попить чайку-кофейку, а после перерыва уже поиграть. КОНЕЦ ЕГИПЕТ ШАРМАЛЬШЕЙФ С 13 по 20 сентября Ред Си Кап 2009 Покер Клаб Менеджмент и телеканал ПРО ПОКЕР ПОКЕР представляют Выездной покерный турнир Ред Си Кап 2009 Условия участия на сайте tvpropoker.com Так, ну что, Баттону давайте вот дадим нашей единственной за столом даме. Так, и блайнда у нас будет 25,50. И напоминаю специально для вас, что блайнды, это ставки в тёмную, они ставятся первой и второй рукой после баттона. А, ещё расскажите. А баттон, это последняя рука. Вы будете ходить в этой сдаче последней. Скажите про вот это, как он там называется, страдл или... А, не будем пока что страдл, потому что не работала с Викой, она и так... Ну, может, интересно станет. Я играю в кол. Саша, пас. Мы на хороших руках ходим. Карты хорошие должны быть связанные между собой. Крупные, а желательно одномастные, ещё лучше пары. А если ничего интересного нет, то можно пас. Отлично, спасибо. Три игрока. Попутно объясняю. Вот у меня, например, нет туза. Но я полагаю, поскольку никаких не было рейзов и у них ставки в тёмную, что у них нет никакой особой силы в карте. А у меня как раз может быть туз, потому что я добровольно заходил. А если даже у кого-то из них есть там пятёрка или девятка, то я могу их обогнать, наверное, придётся. Ну, пятёрку уже никак не обгоню. Да, ничего не было. Ну, я к тому, что помню великого Бронсона, который говорил, что если бы вы знали, как часто открывается флоп, и нет ни у кого ничего, это бывает чаще всего. Поэтому, особенно если вы в позиции, вот как я сейчас самый последний хожу, если никто ничего не сказал, наверное, мне надо пытаться забрать немедленно. Потому что каждая следующая карта увеличит вероятность, что кто-то что-то прикупит. А я своим чеком покажу, что слабость. Так, батон переехал. Макс двадцать пять, я пятьдесят. А Саша добровольно. Ничего. Извините. Саша ставит сто пятьдесят. Это уже какая-то у него хорошая. Вы можете либо сто пятьдесят уравнять, либо выкинуть, либо повысить. Всегда три возможности. Уравнять, выкинуть, повысить. Здесь четыре. Коу? Нет. Шесть. В основном, что, ну, даже больше, на самом деле, шансов получается, чем у тебя. Я чек. А чек это? Чек это, значит, пока что без денег. Просто хочу посмотреть следующую карту. Не нападаю, но и не выбрасываю. Я тоже чек. Вот теперь, нет, теперь он поставил двести. Мы должны ставить либо двести, либо пас, либо повысить. А я пас. Теперь опять Саша на слово. Саша, чек. Вы тоже можете себе сказать чек. 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 Я не очень расстраиваюсь. Ну, либо чек, и тогда вы открываете карту, либо вы ставите, и тогда Саша должен или уравнивать, или выкидывать, или переставлять. То есть я могу сказать чек и открыть карту? Чек и открыть карту, да. Давайте это посмотреть, что там чек. Я тоже чек. Выкинул, видите, десятка. Ну, то есть Саша во время, смотрите, он, хотя он опасался короля и даму, но он поставил, потому что у него есть какая-то рука. Вы в ожидании туза заплатили, а я десятку выкинул, потому что если у него король или дама, я уже не выиграю. А у вас это туз, если туз придет, вы выиграете. Так что все получилось идеально. Саша вытолкал оппонента, который бы выиграл, и сохранил того, который не выиграл. Вот такие издачи, которые будут таить в себе возможности кол блефа или провоцирования блефа. Бывает нечасто, но будем их терпеливо отыскивать. Ну, вы должны мысленно представлять, вот какая у него рука. Наверное, короля нет, он опасается сам короля. Наверное, может быть, нет и даму, потому что вы когда чеканули. Какая-то маленькая парочка, которую вы легко можете выбить блефом, если не открылся туз. Пас. Говорят, согласен. Садим туда лезть. И пас. Защитим свою руку от нерадивых билеров. Моё слово. Я поставлю 400. Что, вдвоём остались? Да, всё, кончилось. Всё, вы один. Ну, то есть, ну, такая рука, что мне делать? Угу. Тоже неприятно. Две оверкарты вышли. Вот. Но сразу сдаться мне не хочется. Тем более, он бы не играл, валит даму, валит король, наверное. Но, скорее всего, или пара, и может там... Или пара, или туз, да. То есть, я бы опасался или туза, а на всём остальном бы ставил. Я разоряюсь. Ничего, у нас есть банк, кредит под честное слово. Причём, смотрите, если я бы сказал бы чек, то Саша совершенно честно бы поставил, потому что он считает, что у меня туз не пришло совпадение, да? И просто думал бы, что он старше. А мне бы пришлось выкинуть. И вы бы тогда скинули, да? Или как бы... Если бы я сыграл чек... Да. А он сделал бы рейс. Ну, я бы пришлось выкинуть. Думаю, если противник очень агрессивный, можно даже чек-колл сыграть с десятками. Потому что он на любой руке может просто поставить. Он достаточно карт, которые мы бьём десятками. И он будет бояться сильно. Ну, в такой ситуации я предпочитаю выяснить. И сразу забрать такой не очень большой, но уже какой-то существенный банк. Чем с большим риском пытаться у него что-то спровоцировать какой-то блеф. А вдруг это ещё не блеф, это я пойму ближе к риверу, когда кончатся фишки. Мне кажется, привычка играть по карте, особенно для новичка, она важная. Блеф – это уже удел каких-то агрессивных профессионалов. Мы их лучше будем распознавать, как они блефуют. Вот то, что мы изучаем, это как играет профи. Когда-то мы сами станем профессионалами и будем играть так же. Так, у вас обязательная ставка в тёмную – 50. Я, да? Рейс? 125. Одним движением, если можно. Хорошо. Я тоже пас. Пас-пас. Смелость города берёт. Интересно, покажите, на чём? Хорошая карта. Я, кстати, тоже выкинул короля с двоечкой. Ну, а что он мне с двоечкой? Хотя в позиции я собирался войти, если бы вы не делали рейс. Так что ваш рейс избавил вас от всяких следующих проблем. Теперь, Вика, у вас маленький блайн 25, а лаводи большой. А чем, можно спросить, зачем вот ваш… Ну, как это, режут карты? Это зачем? Подрезная карта. Подрезная, да. Объясню. Резать можно чем угодно. Жиганский способ – это ножиком. Ну, вот, а просто если случайно я вот рукой шевелю, там фишки собираю, вы не можете увидеть нижнюю карту. Максо рейс – я пас. 125, да? Угу. То есть это у меня. А у вас 25 уже стоит, поэтому можно или 100 добавить. Я тоже декалирую. Декалирую. Три игрока. Три игрока. И вот всегда первое слово после баттона, то есть ваше первое. Вы либо можете чек сказать, хотите бесплатно посмотреть следующее, либо что-то ставить. Получ. 50. В банк 375 – это не очень большая ставка. Кол, кол, кол. У кого ничего нет, послушай. Все что-то хотят купить. Вика, первая. Тоже можно чек или ставку. А ставку? Ставку минимум 50. А максимум все, что у вас есть. Так, нет, подожди. Стоит? Да. Ага. Ага. Бойтесь, донайцев, дары приносящих. Пас. И Макс пас. Вот, видите, вы всех напугали. Давайте посмотрим, у кого что было. Можно я переворачиваю? Есть туз с четверкой. Здесь валет с восьмеркой. А здесь валет с семеркой. А здесь валет с семеркой. Ну что, хороший ход. Вот вы, потому что были все сделаны маленькие ставки, вы поняли, что ни у кого из них нету хотя бы короля. А соответственно, а вы новый человек, вас они должны бояться, потому что они не знают, как вы играете. Вы сделали ставку, еще и такую для себя безопасную, всего пятую часть банка, и сразу получили вознаграждение. С почином, Глеб Егорович. Переезжает. То есть, эта ставка была чистый блеф. Ну, достаточно выгодно. Там одна пятая банка. У нас очень слабые карты, понятно, даже пары нет. Там бы уже с парой можно было делать рез, только бед 50. Ну да. Ну, видите, я вас предупреждал, что у нас способные ученицы. Что Катя, что Вика. Что другое, может, трудно научиться. Объявляйте, пожалуйста. Я кол. А на ставку можно сбрасывать? Можно сбрасывать, можно уравнивать, можно повышать. Нет. Чек. Ну, и вы первый ломаете. Чек, чек, чек. Чек. Вот что. Я кол. Всем нравится эта лифовая четверка. Чек, чек. Чек. Валет 3. Ничего. Дама 2. Тоже ничего. Валет 10. Пришла десяточка. Если бы не десятка, можно было ставить эту очень опасную карту. У меня стрейд-дром могло зайти из валет-дамы. Гатшот. Смотрите. Давайте разберем. Что происходило. На флопе никому ничего не пришло, кроме у вас появились дрова. То есть у него валет 10, 9, 8. Двусторонний стрит. Но ставить с первой руки, наверное, не хочется. Потому что можно получить какой-то большой рейс от пары, двух пар. Поэтому я посчитаю, что правильный чек, чек, чек. Поняли, что у него ничего нет. Эта карта никому ничем не помогла. Вы чек, а Макс решил забрать блефом. Да. Вот. Но у вас как были дрова, у меня появились. У меня появились трифовые. Да. Ну и как бы нам за 100 не купить, я думаю, было бы глупо. Ну, то есть слишком... Да, у нас были нормальные шансы. Маленькая цена покупки была. Тем более у нас, опять же, потенциальные шансы. То есть у нас мы же еще что-то выиграем, если купим свое. Допустим, придет дама. Я точно бы ставил, а у вас был бы уже стрит. Или пришла бы, например, там, ну не знаю, трифушка, семерочка, например, который давал бы вам стрит, а я бы выиграл флешом. Я бы добрал с вас довольно много. Поэтому вся борьба еще была впереди, и мы считали, что дешево платить, поиграем. Ну, теперь вам пришла десятка, и тоже может быть правильный чек, потому что вы не знаете у кого чего. То есть ваша ставка удар по воздуху была бы. Если вы десятка старше, то вы и так выиграете. Правильно? Согласен с такими рассуждениями? Можно еще поставить блокинбет на ривере, треть банка. Чтобы, если сейчас сыграет чек, может, кто-то банк поставит, тогда очень сложный икор будет. Согласен. Смотрите, Володь, видите, какое рассуждение? Да, да. Блокингбет – это вы сами устанавливаете размер, что если вдруг кто-то сейчас будет блефовать, вы не хотите платить 300, 50, а считаете, что нормальная ставка там 100, 150. Поставили сами 125, например? С другой стороны, с такой картой мог кто-то тоже там слоуплеить или затаиться, и можно было ожидать на ривере, что я сейчас влезу, заплачу там, да, и получу ответ. И я бы еще 10 раз подумал, стоит ли отвечать или нет. Я думаю, что я бы выкинул, а это было бы правильным решением. Это, мне кажется, чек более реальный здесь, да. Ну, наверное. Ну, мы как вариант рассмотрели блокирующую ставку. Батон переезжает к Володе. Макс маленький, я большой. Саша на слово. Пас. Пас. Микокол, 50. Чек. Первый у нас Макс. Макс 150. Я пас. Уравнять можно, да? Можно уравнять, можно повысить, можно выбросить. А сколько? 150. Я тоже калирую. Да. 350. Пас. 350. Пас. или чек-чек-чек открывать как-то 63 пара шестерок ну тут ничего не получился стрит мне кажется я специально дал 300 чтобы не по шансам не калировала дро до твою ставку образ 350 там вроде бы не по шансу да вот давайте откройте пожалуйста ваш картик валют даже на флэш дэра там невыгодно потому что если флэш дэра копится я сыграю чек-фолд то есть добрать меня невозможно и сразу решил на ривере чек-фолд сыграть машин дом что-то будет для вас честно такой доске вот смотрите осталась последняя карта вас вы хотите получить стрит это либо тройка либо 7 восьмерка да вы не знаете что две тройки заняты вы считаете что их там полный комплект колоде 8 карт осталась одна карта которая будет открываться вы в данный момент видите шесть да две своих и четыре на столе осталось колоде 52 минус шесть сорок шесть карт из которых восемь ваши и то поскольку лежит бубна а у вас бубна нет вы еще можете опасаться бубного бубного дро который может быть и у макса и у вики да то есть поэтому мы как-то проходили дисконтированные ауты то есть аутов лакантных карт которые дадут вам стрит 8 вам лучше сделать дискаунт то есть скидку на то что бубна вам придет вы будете сомневаться ну то есть у вас либо 8 аутов либо шесть если вдруг у кого-то бубна у меня тогда как раз не было ну теперь смотрите если вы вдруг восемь у вас из сорока шести восемь да то есть у вас одна шестая примерно то есть банк вам должен отвечать хотя бы пять к одному для того чтобы ставка была выгодной вот причем если откроется вашим макс понимает что у вас какой-то другой либо бубна либо пятерка вот вы скорее всего ничего не доберете то есть вы идете на очевидную комбинацию вот поэтому вам банк должен отвечать пять к одному чтобы его ставка была нулевая ну либо там слабо плюсовая на случай если что-то можно добрать а он дал вам шансы здесь даже нет семисот он поставил чуть больше полбанка чтобы вам банк отвечает уже меньше чем три к одному вот эти вот триста пятьдесят сюда поставить получается сколько здесь шестьсот тысяча всего меньше чем три к одному а вам нужно хотя бы пять к одному то есть если бы он поставил двести вам еще можно платить а триста уже нет а триста пятьдесят тем более да тем более это очень опасно стрит дрот если откроется восьмерка вы понято может быть шесть семь восемь девять десять потом это меньше стрит дрота не очень сильная комбинация да то есть у вас десятка для вас плохая карта почему потому что во первых вы может быть уже играете против готовых восемь девять вот здесь же может быть уже стрит может и то есть вы только купите свою тройку или восьмерку и проиграете больше как тот фермер который четыре фермы проиграл когда не купил а пятую когда купил стрита в живот на данном случае у вас был не живот двусторонний но опасный это а а и а а а спасибо ну на ошибках учиться потому что пришли учиться Вик, ваше первое слово. Ререйс. Вик, ваше первое слово. Про интересы можно было, конечно, попробовать. Макс тоже выбросил. Потому что я, Саша, не верю. Ну, что мы, это Макс. Я выбросил. Сделал-то и я ошибочный. Ошибочный кол. Ошибочный. Я бы и Туз Короля выбросил. Я надеялся, вдруг Туз Король. Почему лучше пас с моей стороны? Я просто думаю, сейчас последняя сдача, конец урока. Просто будет что разобрать. Тем более фишки ничего не стоят. Почему лучше играть на пластмассу, чем на живые деньги? Общие соображения какие? Я попал либо в старшую пару какую-то, либо в Туз Король. Вот я примерно рассчитываю вероятность. Ну, примерно одинаковая. Может быть, там есть несколько таких пар, как Туз Короли Дамы, у которых в общей сложности 18 вариантов. И Туз Король, у которых 16 вариантов. Валеты бы уже не стали так сильно переставлять в ОЛУ. Теперь, смотрите, против старшей пары у меня 18% против 82%. А против Туза Короля у меня небольшое преимущество. Там примерно 55 на 45. Если сложить мои плюсы, то есть 18-55, получится там 73, но я же пополам должен поделить. 36-37%. То есть моя ставка имеет в общем отрицательное мат ожидания. Ну, посмотрим. Может, бывает еще такой фактор, как счастье. Раз там. Ничего себе. А еще и червы меня держат. Да. Ну, ничего, чудо не случилось. Да, мы устояли. Причем, смотрите, Саша, когда он поставил на дамах, обязательно Туз Король пришли. Вот. То есть если бы он это медленно разыгрывал, где-то на терне, ему пришлось бы выкинуть уже. Да? Ну, потому что Тузу проиграет, Королю проиграет. Ну что, закончили колб-блеф. Объявлю, что следующая наша тема – это торможение блефа. В этом уроке мы проходили провоцирование блефа, а теперь мы изучим, как его тормозить. Спасибо. До следующего урока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok